Добрый день, Кулцентр беспокоит. Сергей Георгиевич, здравствуйте, как вы себя чувствуете? Привет, ребята ребятунчики, вы снова на моем супер-мега популярном канале. Итак, я вам сейчас расскажу, сейчас, видите, я болею на карантине, по мне это видно, что я болею, больной, ну, короче, болею. Смотрите по порядку, я буду потише говорить, а то полшестого все уже спят, еще спят, кому как. Смотрите, календарь сейчас я гляну, неделю, кстати, не снимал, все никак руки, ни ноги не доходят, то одно, то другое, то третье, то десятое, ну, ладно, давайте вкратце, а то получится слишком долго, как-то это все и обычно происходит. Короче, девятнадцатого, вы видели мой ролик, где я на крещении был в церкви, туда-сюда, приезжаем домой, заболела сначала мелкая. А, давайте вот так вот, смотрите, смотрите, пацаны. Итак, по факту, кто из нас заболел? Это омикрон, омикрончик и омикрошка. Девятнадцатого, приехал я домой, туда-сюда, короче, мелкая температура, хлопаясь сразу, тридцать восемь, тридцать восемь, пять, все, уже буквально, причем в одну минуту тридцать девять у нее было буквально через час уже, как вот, начала температура, подыматься, но по-видиму это видно, они сразу-таки вялые становятся, и все, и она сразу такая начала, и она сразу такая говорит. У меня голова болит, показывает, но она очень плохо говорит, но она уже было понятно, что болит у нее голова, и болит, как она сказала, нога два, два нога. Два нога у нее болит, я так понял, что все, кирлик заболела, короче. ночь она пролежала, мы ей давали вот этот детский такой, блин, я не помню, как он называется, ну, короче, жаропонижающий, кто у кого есть дети, не знаю, жидкий такой, суспельный, два раза ей давали, все, утром встала, где-то тоже 38,2 было, потом сразу опять 38,5, опять ей дали, сын ушел в школу, я сразу ему сказал, я говорю, Артем, я говорю, если сейчас там туда-сюда будет температура повышаться, сразу идти к врачу, сразу момент, потому что я знаю, что если дети один заболел, тем более в саду там или в школе, как правило, вирусом каким-нибудь вирусом, то, блин, это они все сразу прям, ну, короче, понятно, в час дня уже звонят со школы, а, я еще говорю, я говорю, надо, фу, говорю, я такой думаю, надо на бокс позвонить, звоню, короче, даже не успел, даже не успел, а, я беру телефон, не успел даже ребенку набрать, это, он мне уже сам звонит и говорит, у меня температура, я, говорю, здесь сижу, идите меня и заберите, приходите, приходите и заберите, ладно, сегодня вопрос, где-то туда-сюда, там, где-то в 2-3 вон часа дома, я-то вообще ищу как огурчик, и потом хлобысь сразу уже где-то 5, а, вызвали врача, она шла где-то, где-то в 6, в 6, в 6 уже пришла врач, посмотрели мелкую, посмотрели мелкую, посмотрели на второго, и дали нам, смотрите, какая фигня, я сейчас покажу, это, знаете, что за домино, смотрите, что написано, вот видите, одна полосочка, да, для деревни надоют такие, а вот здесь две, и здесь две, вот это мой тест, видите, ничего не показалось, но я сразу начал понимать, что я начинаю заболевать, и так, какие симптомы начались у меня, да, тысячу лет я не болел, точнее, я не болел не тысячу лет, а ровно год, потому что в том году я, я посмотрел, кстати, свое видео, да, вы представляете, я в том году заболел 17-го, а в этом 20-го, ну, ковидом, блин, цирк, но это ладно, и, короче, пришла врач туда-сюда, выписала нам лекарства, ничего, бесплатно не дали, детей, и мне говорит, я говорю, туда-сюда, она говорит, ну, поликлининг, идите там, если у вас температура там есть, нет, я говорю, да фиг знает, померил, вроде там нету, но чувствую, блин, а злоб уже, и начала голова болеть, сразу, блин, вот в одну минуту, состояние такое, знаете, болей, блин, я градусник меряю, ни хрена, 36-6, что за хрень-то, ладно, прихожу, короче, в поликлинику, поликлиника, это вообще такой дурдом, ой, мама дорогая, короче, отдельный вход с температурой, туда-сюда, я уже чувствую, что где-то, ну, наверное, 37, я не фиг знает, пока шел, не шел, шел, холодный пот, туда-сюда, блин, а злоб, такое состояние мутное, пришел, там, короче, заходите с одной стороны, там сидит такая вся в скафандрах, вот, это мне нравится, здесь проходной двор, она там сидит такая, там, стол ей поставили посередине, и говорит, вы что пришли, я говорю, да вот, а, я забыл сказать, я же не просто так пошел, я, короче, взялся и позвонил из дома, то есть, не, ой, позвонил, взял на телефоне, короче, просто зашел через услуги, сразу записался, записался, кричу, прихожу, время полвосьмого, они до восьми часов работают, мне все, не вопрос, пятнадцать минут искали, ни хрена ничего не нашла, кому вы записали, зачем вы записались, я говорю, из температуры, я заболел, у меня у детей подтвержден этот, вот этот, омикрон, там, типа, ну, нам даже врач сама сказал, что у вас омикрон, вот, идите куда-то, не идите, все, пошел, да, этот тест, фигест, вот он, кстати, ничего не показывает, но она говорит, вот у вас туда-сюда, это грамотник, дали 37,2, 37,2, да, и говорит, идите в коридор, выходите, говорит, а, идите на ресепшн, выхожу, короче, в коридор, а там как, вот, я вышел в коридор, да, здесь ширма, но она наполовину отодвинута, и в это, ну, я и пошел туда на ресепшн, на ресепшн прихожу, говорю, она такая, так, чего вы пришли, я говорю, да вот, нет температуры, я говорю, она такая, температура туда, я говорю, то что оттуда, я говорю, мне сказали на ресепшн идти к свободному врачу, у меня сейчас, куда-то к свободному врачу меня определят, а чего вы, говорит, ко мне пришли, идите, говорит, на ресепшн, я говорю, а у вас чего, у нас не ресепшн, Я просто об этом даже и не знал никогда, что, оказывается, когда входишь в поликлинику, это не ресепшн, а ресепшн у них вообще черная. Где это? В кабинете? Ой, не в кабинете, а в конце, по коридору. Короче, ладно, пришел туда, тетка сидит с гражданником, и отходит такая бабья, какая-то. Что-то, вообще тишина, я, а, она говорит, ждите. Я говорю, ну ладно, ждите. Короче, пять минут просидел, наполнял температуру, у тетки 38, она говорит, тетке говорит, так, давайте вы идите туда в карантинную зону, так, вы, говорит, что пришли. Я говорю, как, что, пришел, мне сказали, к вам подойти, я говорю, там, она такая, а вы откуда, я говорю, да вон, оттуда, с того коридора. Она говорит, что это такое, там что-то, Зинка, почему к нам сюда все здесь эти больные, туда-сюда, все к нам идут. Я говорю, а я откуда, знаю, искальный ресепшн, я пришел, оказывается, ребята, ресепшн, это вот это вот, когда я входил, там, то есть я опять пошел, что, все прикликнул, это, говорит, когда входил, вот где вот эта ширина, там, у них там на пол коридора, и там вот этот стол стоит, это и есть, оказывается, ресепшн, понимаете, я просто, я, я, ну, ресепшн, ресепшн, короче, ладно, пришел, я говорю, я тут уже пол поликлиники обошел, говорю, ни хрена вас найти не могу, никто ничего не понял, я говорю, хоть там стрелку написали, или мне сказали, вот, подойди при входе, куда, говорит, ну, блин, ну, так все сделано, это просто, вот, ну, просто маразм, то есть, я вам серьезно, говорю, я сейчас дальше еще расскажу, но это такой тупизм, ладно, пришел, пум, пришел, 7, короче, у нее, она говорит, все, давайте в кабинет, время без 5, 8, один, короче, мужик, я так понял, самое главное, и вот он по телефону бегает, 44 еще плюсом, плюсом пиши, 44 еще заболело, да, 22 подтверждены, другие с температурой, а там мазок у вас берут, ставим, дали такую бумагу сразу, я не буду показывать смысл какой, у вас, когда тест отрицательный в поликлинике, у вас берут еще мазок, это, на который потом уже другой тест, короче, я не знаю, как они там называются, и он придет в течение трех дней, эти три дня, да, до получения теста, вы обязаны сидеть дома, вот вы эту бумагу сразу пишете, то есть, там, знаете, как хитро было, мне эту бумагу впихнули в тот момент, пока вот маски брали, то есть, там, подписать невозможно, иначе вас вообще-то, то ли примут, то ли нет, но я, если честно, не в юриспруденции этих, я не понимаю, там, конечно, дурдома хватает, и так, без этого, судь не в этом, ладно, думаю, какая разница, там, если подтвердится, подтвердится, так вот, я о чем, получается, смотрите, какая система, если, если вам нужен, я больше в прошлом, потому что, чтобы QR-код, да, получить, потому что с такими симптомами, да, вот, как я еще болею, я вот сейчас уже неделю болею, вам не видно, что я болею индивы, то, это, то, потом, киванков, там же на год, потом 10, какая разница, если дома сидеть, или это, все равно же вы гулять, там, с температурой не будете, там, их они, хотя, в принципе, я вообще все прекрасно сейчас чувствую, единственное, что у меня, это болит зуб, но об этом чуть по порядку, чуть в этом, подруге, чуть подальше, я скажу, короче, дети, мелкая отошла, где-то через два, через два дня, она уже как огурчик бегала, единственное, что, да, вот она говорила, что мне голова болит, голова болит, но это понятно, что голова болит, я еще думаю, давай, мне все равно, когда после температуры, тем более, у меня тоже, блин, голова болела целый день, но, я не понимаю, голова болела как, то есть, я вот, когда смотрел, там, какое-то видео, посмотрел человеком, вот, как он там переносил, и он говорит, что у него болела голова так, что он в жизни таких болей не испытывал, ребята, у меня в этот момент, у меня на следующий день заболел зуб, и поверьте мне, то, что болела голова до этого, это такая херня, потому что зубная боль, это, это вообще пипец, то есть, ну, болит голова, вы можете там, вон, это, кетанол наше все, кетанол наше все, ну, и зуб-то, понимаете, вот, блин, отдает просто, и, то есть, вообще, просто, как это, есть невозможно, понимаете, я вот целый день вообще ничего не мог есть, потому что, рот-то не могу закрыть, сегодня, что вот, ужас, что мне дали, кстати, сразу, мне дали вот эту херню, называется орбидол, орбидол, две пачки, я, кстати, два дня пил, две таблетки, а потом такую, беру пачку, ребенку хотел дать, то, что детям-то выписали, а мы же ничего не покупали, у нас еще было, то и был жар понижающим, у сына, кстати, 14 лет, да, он сложнее перенес, чем мелкая, мелкая проще всех, да, она у нас температура, от температуры во два дня, и все, и как огурчик потом уже, вносится, а сыну 14 лет, 13, он сложнее, он где-то дня 4, он все время, голова, то у него какое-то зрение, что-то он говорит у меня там, зрение у меня, говорит, все как-то расширилось и стало мельче, то есть, я не знаю, ну, со слов ребенка, вот он ходился, переживал, что у меня с глазами, что у меня с глазами, тоже озноб, тоже температура, но, правда, не 39, у него где-то, наверное, 38 было, насколько я помню, так вот, орбидон, я не знаю, что это смысл, а, так я прочитал, оказывается, их надо принимать, представляете, 4 раза в сутки, 5 суток, я 4 таблетки выпил, блин, вообще, если честно, я прочитал аннотации, блин, ну, это просто вот лажа, ну, как я понимаю, да просто какая-то чушь, больше набат на какой-то, походу, хотя я не эксперт, но по себе могу сказать, что я вообще никакого это не почувствовал, ничего от этого, суть дальше, ребят, мне сказали, сиди дома, на следующий день приходит тест, приходит тест, короче, написано, у вас туда-сюда диагноз положительный, да я не сомневался, что положительный, потому что мне, когда в клинике ОРВИ поставили, как может быть у меня ОРВИ, когда у двух детей этот положительный на этот, причем, ладно бы, одно время, двоих сразу, и у меня все симптомы одинаковые, то есть, блин, причем распространяется вот эта херня с такой скоростью, что пипец, то есть, представляете, иначе, что запоминает ОРТОВИРУС, у кого дети есть, да, вот если ребенок с ОРТОВИРУСом пришел, все, все свалятся, все свалятся, ну и куда вы не денетесь, буквально через час, через два, через три, туалет будет занят, я вам сто процентов говорю, это вот как слабительное взять, всем просто распихать, то есть, настолько вот он моментальный, вот этот вот вирус, блин, ну вот моментальный, и вот я сразу охренел, понимаете, я бы еще вам там забрал через два, через три, там, а тут все сразу, все сразу, мелкая, потом сын, буквально, там, через четыре часа, да, ну, и, это, и потом сразу я, буквально, там, через те же, там, четыре часа, то есть, вообще, вот просто, фуф, все, так, болеют или не болеют, привитые, не привитые, ребята, поверьте мне, сколько я кого знаю, знаете, вот это вот, он перенесет в легкой форме, я знаю людей, месяц назад с прививкой, болеют, честно, два месяца назад прививались, болеют, кто-то там полгода назад, болеют, все болеют, все болеют, и, если честно, как я понял, я вам как, я уже как эксперт в этом могу вам сказать, что заболеют просто все, во-первых, он распространяется просто пипец, я вам серьезно говорю, во-вторых, это, по тяжести, ну, я не знаю, вот, тем ковидом, да, если кто-то видео смотрел, у меня вообще одну таблетку выпил, меня от нее вот так вот, наизнанку вывернуло в том году, я сказал, больше я пить не буду, потому что, блин, меня то ли тошнило, то ли фигило, блин, меня просто вот выворачивало, и, и все прошло сразу, и то, что не лечится сразу, все вылечилось, блин, и организм сразу понял, что, блин, типа, организм такой мне говорит, Сережа, я сам, не надо больше вот эту гадость глотать, не надо, не надо, ну, там, конечно, и пиво было в том году, с помощью, там, пива, мы, короче, туда-сюда, я вообще ничего не было, кроме усиления запаха, так, симптомы, головная боль, сразу могу сказать, насморк, насморк, блин, у всех, у всех сразу насморк, у меня он до сих пор нос забит, ну, правда, уже проходит, знаете, какие, капли какие-то, блин, забыл, как называется, как геморрита, кстати, состояние очень напоминает геморрит, бронхит, вот это все, горло, ну, как болит, горло не болит, першит вот это вот, першей, и усилили замки, но запахи, знаете, как не в том году, когда вот я ходил, просто тащился от всего, у меня, кстати, у сына тоже усилились запахи, у мелкой, да фиг знает, она еще не горит, она и непометная, усилились, не усилились, сын мне сразу сказал, я начал лучше запахи воспринимать, вкус, ну, я не знаю, поменялся, нет, ну, чуть-чуть горечи было, потому что горло першит, запахи, блин, вот, а в этот раз, да, вот с этим, с омикроном, запахи, знаете, такие вот краски, представляете, вот я вот сижу, воняет какой-то краски масляной, вот тут вонь такая, каким-то, то ли ацетоном, то ли каким-то, блин, ну, просто противность, вот эта, причерненькая, вот она находит, раз, потом проходит, пропадает, то есть раз появился этот, как-то привкус, запах, я не знаю, не привкус, запах такой, и проходит, ну, короче, бред какой-то, И все, блин, настолько вот концентрация, я как раз готовил вьетнамскую какую-то фигню, я не помню, и там сельдерей. Блин, вот это вонище с сельдереем, это, блин, я люблю запах сельдерея, но вот я стоял, готовил, и невозможно просто, невозможно дышать. Мне даже потом казалось, да, я уже доели эту еду, и у меня этот запах во рту, там, в носу, в это, стоял еще дня два, наверное, этим сельдереем, я не знаю, что. Сейчас уже нормально, ну, блин, ну, какой-то вот тошнотворным таким этим сельдереем. Вот, красный. Дальше. Далее вот орбидоном, единственное, что бесплатно, да, все говорят, ну, вот в Москве бесплатные лекарства. Так, слушайте, дальше прикол. Мне на следующий день звонит человек, Сергей Георгиевич, здравствуйте, туда-сюда, колл-центр какой-то там, фигентр, у вас там подтвержденный диагноз, я говорю, я в курсе. Вот, мы вам хотим предупредить, что вы не должны туда-сюда ни с кем не контактировать, сидеть дома, и к вам сейчас срочно придет врач и назначит лечение. Ребята, знаете, какое сим-число? 27-ое. Врач все срочно ко мне идет, идет так срочно, что если я через неделю сейчас, да, вот, скажите, на сне вот выйду и пойду ему навстречу, этому врачу, навстречу, то, наверное, мы встретимся. Наверное, мы встретимся. Короче, идет врач. Сегодня, знаете, ой, сегодня, вчера, просто я еще не знаю, я уже запутался, пороснулся, не проснулся. Кстати, вот, говорят, меняется что-то там со сном, да, я могу сказать, что, я не могу сказать, потому что я и так могу в сутки спать, два дня не спать, потом в сутки спать. То есть у меня режим, у меня вообще никакого режима, никогда бы в жизни не было, и, то есть мне пофиг, я когда захотел, я лег, но если не захотел, я не лег. То есть, если, конечно, как захотел, если есть возможность, если нет возможности, то нет возможности. Так вот, вчера в дверь звонят в 6 часов вечера, я думаю, о, врач, наверное, пришел, наконец-то. Дошел, дошел, наверное, врач, все-таки. Сейчас мне назначат спустя неделю лечение. Молодой парень какой-то, я не знаю, волонтер не волонтер, я даже спросить не с кем в масочке родной. Говорит, вот, говорит, знаете, что принес этот, принес мне вот эти вот. А я говорю, нахрена мне нужны-то? Коронавир, блин. Я говорю, нахрена мне этот коронавир, когда я, блин, уже, уже, уже болел. Смотрите, еще какая фигня, у меня заболел звук. Ну, я вначале сказал. Звоню, короче, я говорю, блин, туда-сюда, зуб болит, невозможно. Что делать-то? Потому что карантин, три дня назад вот зуб заболел, а мне еще сидеть, это еще неделю. Полчаса решали, куда, чего, чего делать, туда-сюда, со звоном агона. Звонил, не звонил. Короче, приезжает врач. Приезжает врач. Врач это вообще цирк. Я такой дверь открыл, а я вообще охренел. Весь в скафандре, блин. Как этот, блин, вот так вот. Очки туда-сюда. Вообще не видно ничего. Видно только вот глаза. Вот такие вот, на меня вот так вот. Глаза. И все, у него даже ботинки в этих вот, то есть вот полностью вообще в скафандре, как в кино, блин, показывают. Я даже в том году такого не ел. В том году, помните, когда я говорил в том видео, в том году видео записывалось, кто смотрел. Ко мне как врач пришел. Вот так вот. Участковый. Сергей Георгиевич, варенеете? Я говорю, да. Он такой. Я говорю, а вы что это не без этого, как не в кино? Он говорит, я перебанил. А этот, блин, пришел. Вообще просто зубной врач. Я думаю, ну, блин, сейчас технология такая. Если кто был у платных врачей, знаю, да? Сейчас можно вообще лечить. Без... Знаете, когда вот кресло садитесь, вот такая фигня-то, вот я не знаю, как это называется. Бормашина-то вот эта вот. Но я вот хожу к платному врачу. Я не хожу не потому, что к платному врачу, потому что у меня денег миллион. Потому что он просто знакомый. Можно еще, он хороший, он делает вообще, если честно, за копейки. Если кому интересно будет, могу потом контакты дать. Но здесь видео не буду выкладывать. Напишу в комментариях. Короче, поверьте, дешево. Дешево. Ну, дешево это, как вы скажете, сколько? Ну, приблизительно там, ну, тысяча-полторы там, в зуб. Ну, если он очень сложный, там вообще пипец, там две с половиной. Это когда вообще там с этим, с вашим зубом, там минут сорок будет говорится. Ну, суть не в этом. И он, он пользуется, знаете, такими вот, как вот, как вот, похоже на пластиковый градусник. Там только насадки вот, вот, просто меняются, да, или вот с этой. И вот он где его так вот просто берет, как ручка такая, я не знаю, вот, я не знаю даже, как вам объяснить. Маленькая такая вот, просто, как вот Макиды сейчас, электротверки там, еще что-то вот, шуруповерты. То же самое, просто вот он берет вот такую фигню, включает, зуб просверлил, такую же фигню берет, просто вот так вот. То есть вот, как раньше нервы там из зубов вот этими металлическими выкручивали вручную. а он прям этой машинкой прям подсверлил что туда-сюда все сделал раз эту лбу намазал там замазал все и нервы уданилось я думаю ну наша медицина тоже сейчас прорыв у нас все туда-сюда правда врач неделю идет там по поликлинике ходят сеть шатаются это эти без масок и этот скафандр но это ладно и он такой расчленяя фланцер скальпучий раскладывает такую фигню на стол кладет короче он раскладывает вот эту фигню сюда были и там на и через это не лежит шприц и скальпель я думаю как он будет лечить ну короче началось блин если честно я за свои 45 там сорок шестой год мне идет сколько лет дам по этим зубным врачам ходил блин но такого дестапа я еще не видел никогда блин это это не врач это знаете вот блин я даже не знаю кем надо работать можно со стройки конечно туда пришел но фиг знает кирпичи длину и как начал мне нажимать блин я руль ну как не аруми больно я польца за сошли до меня хренел просто так грубо все вот сядьте туда-сюда блин блин у меня голова откалывается блин раскалывается у меня просто вдруг мне надо нащупать чё нащупать чё ты клоун что-то мне там дальше так понятно что вот он надулся блин уже так видно лифузел вспухнуща прошло сам себе после таких врачей очень сразу вылечивается как мне понравилось один раз там баба капец написал в интернете про больницу она пишет ужасно но единственно чё плюс умереть вам здесь не дадут помереть вам здесь не дадут ну ладно сотни и он не я сразу шприц искать ну как чё там лечение да я сразу про себя думаю сейчас скажет надо удалять надо удалять я думаю привычу прикалывать зачем мне удалять не всю жизнь всегда вот я сколько хожу в этих государственных соматологов там как не придешь он все время там врач такой посмотрит посмотрит что-то потом надо удалять у них чуть-чуть сразу удалять зачем удалять я буду ты мне на зуб потом кто мне этот зуб ну ты мне сейчас выделишь его дальше ты нормальный зуб таком ничего делал он не начал его шатать знаете как он начал шатать вот так взял за зуб у меня голова такая вещь шатается у тебя зуб шатается я дурашу совсем что я не понимаю если зуб шатается или не шатается языком же можно так он не знаете что сказал проще цирку мне говорит я бы у меня болит этот шестерка потому что 7 8 мне вылечили водки дворец делали не может такого быть я вот тебе шатал расшатал короче у тебя шатается оказывается не шатается это у нас такая медицина шатается у тебя 7 и 6 я ведь и сейчас уже расшатал говорит 6 7 вот он и шатал расшатал короче говорит надо говорит скорее всего удалить сразу 2 я не надо ничего удалять я говорю туда-сюда а он это что вы туда вообще от меня хотите вы сейчас болеете говорит это и чего говорит вам надо сейчас удалять я на хрена мне удалять зубы которые нормальные зубы болит нерв да обычно как делаю сверлить все нерв удаляют а зубы зачем удалять понятно что пор приехал челюсть удалила все и проблем нету да только потом вставлять на какие шишины и кто он же мне будет стали расчленяет инструмент для медицины я вообще хранила им бы с молотком пришел из пассатижи быстро подыток подведу маски все это чушь блин вот эти социальные дистанции это если честно просто я реально маразм вы все равно заболеете все разболеете в маске вы же не будете спать срать там я не знаю еще что-то делать так же не как в автобусе все стоят ну да вы стоите там на расстоянии но в автобусе туда влезаете блин там вообще просто все стоят друг на другу витком набились потом все вышли опять социальная дистанция это просто бред ребенок ушел пришел заразился все соседу встретил собинать у меня поражают там консьержка и китят или охранники вот он встал просто больной через него вот все идут и вон там стоит какая социальная дистанция если он там стоит он же просто как переносчик мы же все живые организм она не давать на это пока все